Прохождение карт в Майнкрафт, выживание в Майнкрафт и также различные постройки вместе с прохождением других игр вы сможете найти на канале Ястреб Геймс. Если вы заинтересованы, то ссылочка на него в описании. Заходите и подписывайтесь. А мы приступаем к просмотру. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в нашу новую серию шестого сезона с модом Пиксельмона, где мы активно продолжим искать, ловить и также прокачивать и не терять надежду на то, чтобы словить легендарного покемона. Но в этой серии вас ждет что-то необычненькое. В этой серии у нас появится небольшая то ли мини-рубрика в Пиксельмоне, то ли новая мини-игра в Пиксельмоне. Но об этом мы немного поговорим. Это все у меня находится за спиной и я вам в ближайшее время это все покажу. Но перед этим я бы был очень сильно рад, если бы вы поставили лайк, потому что если мы наберем 1200 лайков на вот этой серии Пиксельмон, я сразу же побегу записывать следующую серию. И новая, еще одна новая серия Пиксельмон выйдет тогда, когда мы наберем 1200 лайков. Секунда, чтобы поставить лайк, не так-то сложно. Если вы думаете, что это не важно, то это очень важно. Каждый ваш лайк для меня очень важен. Я буду очень сильно рад, если ты его поставишь. Также там в уголку есть кнопочка с надписью подписка. Я также буду очень сильно рад, если ты вступишь в нашу большую дружную семью. Все, что нужно, это просто на нее нажать и ты прям действительно сможешь меня сделать немного счастливой, потому что каждый подписчик для меня как друг. Я буду очень сильно рад, если ты вступишь и подпишешься на мой канал. Это будет действительно очень круто. А мы, ребята, приступаем к самой серии. Ну что, ребята, что мы будем делать в этой серии? В этой серии я придумал, как бы это вам сказать. Помните, раньше у нас были мини-игры? Мини-игры «Угадай покемона», мини-игры «Найди какой-то спрятанный предмет» в серии. Может, они также будут, но немного позже. Какие мини-игры нас ожидают в следующих сериях, если, конечно, вам это понравится. Я так подумал. Мне будет интересно узнать ваше мнение. То есть, в чем будет заключаться наша мини-игра? Вот, ребята, в чем. Мы будем вместе с вами устраивать топ покемонов. То есть, каждую серию, каждые две серии, зависимо понравится ли это вам. Мы будем устраивать топ покемонов. В этой серии я хочу устроить топ 5 самых красивых покемонов, по вашему мнению, не моему. Так как мнение подписчиков мне действительно очень важно, то я, ребята, присуждаю эту игру вам. Вы будете в ней участвовать, вы будете решать. Не я, я просто задаю вопрос, смотрю на ваши результаты, ваше мнение. Все это суммирую и выставляю топ покемонов. То есть, если вы будете не согласны, что этот покемон самый красивый, я тут ни при чем. Это вы решили? Я тут ни при чем. Поэтому, ребята, если вам все-таки это понравится, мы будем устраивать это каждой из серий. Например, топ 5 самых красивых покемонов. Топ 5 самых сильных покемонов. Там топ 3 самых крутых огненных покемонов. Топ 3 самых крутых легендарных водных покемонов. Много всяких покемонов. Топ 3, даже может, топ 3 самых хуже покемонов. Самых некрасивых покемонов. Ребята, много топов есть. И все это будете участвовать только вы. Все это будете решать только вы. В этой серии, ребята, какое вам задание? Составьте ваш топ 5 список ваших любимых... Нет, не любимых, а самых красивых покемонов. То есть, допустим, допустим, первое место... Давайте, знаете что? Я не знаю, легенд... Хотя, в принципе, давайте даже с легендами. С Шайни легендами. Самые красивые покемоны. Допустим, топ 1. Я не знаю, ребят, решайте вы. Ну, допустим, Лукарио. Топ 2. Чаризар. Топ 3. Не знаю, Лугия. Любые покемоны, ваше мнение. Самое главное, пишите в комментариях. Мол, вы участвуете и пишите. Мой топ 5, да, там топ на пятом месте находится тот покемон. На четвертом тот, третьем тот, втором тот, первом тот. И в сумме, то есть, к следующему видео я буду это все суммировать. Если, например, много людей проголосовали, много людей проголосовали за одного и того же покемона, значит, тот покемон будет находиться на том месте, на котором они голосовали. То есть, вы будете, ребята, это решать. Я надеюсь, я все понятно разъяснил. То есть, это первая серия. Я такое делаю. Конечно, в следующей серии, если у нас будет повторяться вот такая мини-рубрика, то, конечно же, я это все буду меньше объяснять. Я просто скажу, ребята, в этой серии мини-рубрика, мини-игра, назовите топ 5 самых сильных покемонов. И все, мы продолжаем обычную серию. А вот сейчас, ребята, это действительно нужно так немного объяснить. Еще сразу же скажу. Я сейчас буду браться за постройку всего. Это у нас перед домом не будет находиться. Я тут буду строить магазины. Даже, можно сказать, какой-то город. И вот это все я буду переносить на специальный участок. Где вы... Где можно сказать... А давайте мы как-то даже это назовем. Может, какая-то там поляна подписчиков. Или там равнина подписчиков. Что-то там. Короче, территория подписчиков, где подписчики будут играть в мини-игры. Да, ребята. Поэтому, это зависит только от вас. Только от вас. Если я увижу то, что много людей... Многим людям понравилась эта игра. Значит, я буду строить ее еще намного чаще. Да, ребята, сейчас мы будем приступать к самой серии. Но, называйте ваш топ 5. По вашему мнению, самых красивых покемонов. И в следующей серии мы поставим... То есть, кто не знает, как это все делается. Может, кто-то не знает, что в пиксельмоне... Вот, давайте я вам сейчас, ребята, покажу. Как это все будет происходить. Может, кто-то не знает. Как это называется хрень? Сейчас. Как это называется? Вот. Вот. Может, кто-то не знает, как это все делается. В предыдущем сезоне у нас был музей. Как это все делается? Допустим, Лукарио. Да, вот. Я вам показываю. Сейчас. Обычный. Да вашу нафиг. Оригинал. Вот так. Вот так. Статуя покемона. А кто не знал, то действительно в пиксельмоне можно делать статуи. И вот как это все будет работать. Вы подумали, что я буду таблички там встать. Мол, первое место табличкой там надпись Лукарио. Конечно, нет. Вот как это все будет выглядеть. Допустим, первое место Лукарио. На втором тут будет статуя. Вулкароны. Любого другого покемона. Ребята, будете решать вы. Нет. Мы все-таки Лукарио тебя сейчас удалим. Тебе незачем тут находиться. Как это все удалять? Как это? Вот с этими, знаете, новыми. С этими новыми. Что за хрень? С этими новыми обновлениями. Это все как-то меня... Ладно, похрен. Потом удалю. То есть ничего тут такого важного нет. Но все же, ребята. Это ваша игра. Вы будете играть. Да. На этом мы сейчас будем заканчивать. Больше я объяснять не буду. Пять минут я объяснял. Для одной серии, где я объясняю и больше такого не повторится. Мне кажется, пять минут это самый оптимальный вариант, чтобы это все объяснить. Поэтому, ребята, участвуйте. А сейчас мы будем приступать. Что нам нужно? У нас есть Кириллеа, которую мы эволюционировали в предыдущей серии. У нас есть Старми 42 уровень. Мы вроде собрались прокачивать Старми к какому-то 45-му, 50-му уровню. Потому что Старми нам пригодится. Старми, наверное, будет один... Одна. Ну, полота нету. Но все же мне удобно назвать одна. Она. То есть... Отличным вариантом для того, чтобы потом сразиться в огненном гиме. Если мы, конечно, его найдем. Да, ребята. Поэтому Старми будет одна из самых первых водных покемонов. Кого мы возьмем на сражение против огненного гим-лидера. А кого мы словили? Каких Шайни-покемонов мы словили в предыдущей серии? Вроде Шайни Арон. Шайни... Еще кто-то там был. Я сейчас, ребята, вряд ли вспомню. А опять возвращаться домой у меня нет большого желания. Ну, смотри, как она валит, ребята. Райдон. Райдон. 48 уровень падает с одного удара. Не только огненный гимн. А сейчас вы заметили то, что если мы даже найдем каменный гимн, да? Брока. Каменный гимн Брока. Где-то, допустим, в горах. Или под землей. Или в горе. В каком-то кратере вулкана. Хрен его знает. Посмотрим. То, ребята, это будет реально очень круто. Потому что Старби отлично справится с Броком. Ну, кому может там Брок иметь в своем каменном гимне? Райдона. Стиликса. Еще там несколько покемонов. У Голиэма может, да? Ну, Джио Дуда. И все, в принципе. Нормальных каких-то других покемонов, по сути, нету. Каменных, да? Может там еще парочку есть, но... Я не думаю, что все-таки он справится. А если сама Старми не справится, то, по-моему, мы еще найдем. Мы еще найдем водных покемонов. Того же Эмпулиона у нас есть. Тот же Самурот у нас есть. Тот же... Нет, Пластолиза у нас еще нету, но Сквиртл... У нас вроде Шай... Ребята, у нас вроде есть Шайни Сквиртл, или я что-то путаю. Вроде... Но все-таки вроде есть. Вроде есть. Гулет. Я бы... Знаете, кого бы я хотел? Я бы... Да не светит так в глаза нафиг. Я бы очень сильно хотел Шайни Гуларка. Я не знаю почему, но он мне очень сильно нравится, когда он Шайни. Я не знаю, ребята. Я бы очень сильно хотел, честное слово. Но вряд ли... Ой, почему я включаю гейммод? Ну, вряд ли все-таки мы его сможем найти. Как бы, знаете, не мы это решаем. Поэтому заспавиться словим. Не заспавиться, мы его спанить сами не будем. Да, потому что это, по идее, не будет честно. Ууууууууууууу, вот и первый Шайни в этой серии Кто помнит, в предыдущей серии я говорил то, что У меня, если честно, есть желание всё-таки славить Деодуда У меня есть желание, я, наверное, его славлю в скором времени И сразу же на следующую серию нам спавнится Шайни Деодуда Мол, ладно, лови, то есть Потому что Пиксельмон знает, что Обычного я бы, может, и словил Но серии так через 20-30 А вот сейчас заспавился Шайни, а я не Саншайни Покемона вряд ли пропустит Если пропустит, то может только того Ну, я не знаю Если он даже слишком наглый, то мне кажется Я бы его даже попытался словить Как-то, но не знаю, не знаю Я бы пропустил, наверное, только того, кто Кто у нас уже есть, да Если бы сейчас заспавился Щео Дин Шань Джио Дуд То, в принципе, не было бы смысла Его ловить, но все же Ребята, если вы не заметили, мы начинали Серию, когда Старми вроде была 42-м Уровнем, вроде Сейчас она уже 47-й уровень То есть через к утру Ну, хотя, в принципе, к утру нету Каких-то больших покемонов, кто может заспавиться Ну, в смысле, большие уровни Но к концу серии она 100% Будет 50-м уровнем И мы ее выложим, да, ребята Мы можем уже выложить Старми на 50-м уровне 50-м уровне И кого мы еще сможем выложить? Пипинсера мы уже можем выложить Пипинсера урубают, если честно Я прям офигел, когда понял Насколько он сильный, если Правильные атаки ему прокачать Иви И-ви-и-ви Ребята, кого мы будем эволюционировать Иви? Я все-таки так подумал Я у вас спрашивал в предыдущей серии Кого мы будем делать И, как я понял, в принципе, многие, если честно Захотели Желтеона Ребята, не нужно кричать Да нет, я не хотел Желтеона Я хотел, там, Эспиона Или, там, Глассиона Или Вапуриона Ребята Мы можем пойти хоть час Или утром И попытаться словить еще одну Иви То есть не переживайте Если я в этой серии не сделаю О, алмаз выполнил Если я в этой серии не сделаю Вашу любимую Иви Ребята, не нужно кричать Я сделаю вашу любимую Иви Может через серию Может через два Я всегда выполняю просьбы подписчиков Я всегда к вам прислушиваюсь Если бы я не прислушивался То, в принципе, я бы вот эту мини-игру В этой серии бы не делал Потому что, по идее, мне бы было бы шоу Но все же я прислушиваюсь Поэтому, ребята, я сделал А, поэтому Поэтому мы сделаем Потому что сколько еще Иви? Еще 5-6 Иви 100% есть Поэтому, ребята, не расстраивайтесь В скором времени мы постараемся сделать все Иви Что самое главное Это нужно их ловить То есть нужно идти Большой Твою мать Нужно идти в большой лес Большой вот этот Черный дуб Лес И ловить их там Ловить, 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 ловить Днем и ночью Хотя ночью вроде они не спамятся Поэтому только днем Ну, в принципе, ничего такого сложного нет Что самое главное Иви разговаривает Когда она находится возле нас Я не знаю почему У меня У меня почему-то пропали Вот эти голоса покемонов Я не знаю почему То есть раньше В предыдущих версиях вроде они были Вот сейчас я их почему-то не слышу Да? Все вроде раньше там горели Возле кого мы проходили Все покемоны называли свое имя А вот сейчас я почему-то никого не слышу Хрен не узнаю, честно Может это убрали Может Ну, я точно не отключал Потому что Зачем отключать Голоса покемонов Это действительно глупо Но Иви Что самое странное Я слышу Иви Когда она находится рядом То есть Некоторые покемоны Все же разговаривают Остальные как будто Я не знаю Многое время провели в одиночестве И забыли как Как разговаривать Можете такое быть Поэтому фиг его знать Ребята Как только Как только Старми Здрасте Морд Дасте Это что за Это Я даже не знаю Как это назвать Я бы назвал Это очки Да? Допустим Но Если бы Было вот так Вот Ну очки Это глаз Какой-то глаз Глаз в рамке Нахрен Что это такое Ребята Ваше мнение Напишите в комментариях Что это такое На что это похоже Вот хрен Я не знаю Я говорю Какой-то глаз в рамке Очко какое-то Я не знаю Ну давайте словим Только потому Что это Что-то странное Это что-то Какое-то Неизведанное Человечеством Существо Поэтому мы его словим Да Унаун То есть даже Даже Название у него Такое подходящее Унаун Потому что по-английски Вроде Унк Анкнаун Это что-то Ну как это объяснить Ну какой-то Неизвестный Что-то в этом роде Унаун Вот у меня есть Такие ассоциации Что-то похоже С тем словом Анкнаун Поэтому что-то В этом роде Какое-то Неизведанное Нахрен Сбежало Существо С фоллаута 4 Да С новой Фоллаутки Сбежало С пустошей Сюда приединилось Хотя в принципе Это тоже пустошь Напоминает Ух ты Нихрена себе А я бы и не заметил Если бы С задницы Звездочки Не вылетали Потому что Сам Диглет Цветом не меняется У него только Насяндра цвета Меняется Когда он Шайни Но Мне даже лучше Шайни Диглет Уже два новых покемона Шайни Диглет Вот Знаете Пиксельмон Как чувствует Потому что Вот ребята Я вам честно говорю Я вам честно говорю Если бы В этой серии Не заспавился Шайни Диглет Если бы В этой серии Не заспавился Шайни Диглет Вот честно скажу Я бы даже Не знаю Словил бы я Их в этом сезоне Мне кажется Я бы ловил Каких-то других покемонов Их бы я Вряд ли бы Вряд ли бы Я Захотел ловить Можно и так Вот сказать Да Нет это не Шайни Там сзади Но Все же Пиксельмон Чувствует Зараза Мол Ага Одисан Не будет ловить Если они будут Обычными покемонами Ладно Тогда держи Держи Зараза Необычных покемонов Ну ладно Так Так пропускать Нету смысла Потому что Шайни Я не знаю Шайни вроде Отличаются только цветом Но Пушки в кэстке Тоже только текстурками Отличаются Если у вас Обычная авпшка У другого чудика Азимов То в принципе Это не значит Что он будет лучше играть Или то что У его авпшки Будет намного больше урон Чем у вашей Это только текстурки Это только внешность То есть Это ничего не меняет Но все же Люди же покупают По 30-40 тысяч Ножи в кэстке Почему я не могу Словить другого покемона Другого цвета Бесплатно Если он конечно Заспается Это то же самое Ребята Но все же 50 Я как-то Даже не обратил Внимание То что Старми уже 50 уровень Там еще был Шайни Или я уже Глючи Нет Мне просто Звездочки показать Мол с кого-то Там вылетали Но все же Ребята Старми прокачанная Пипинсер прокачанная Кто у нас остался Вот Хуй душа Хуй дум Наш покемон Я не знаю Ребята До какого Его прокачивать Все же Если считать то Что он капитан Нашей команды Зараза Где мой лакетч Я его опять Где-то выкинул Наверное Все-таки В сундуке Где-то оставил Ладно Не важно Если считать то Что он капитан Нашей команды Значит Мы его будем Дальше прокачивать Значит Какому-то другому Хотя бы Семидесятому 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 Восьмидесятому Я не говорю Что к сотому Это было бы Конечно Лучший вариант Но самый оптимальный Где-то Семидесят пятый Поэтому Будем ориентироваться На такой Тропиус Если мы так Качаемся Если мы сейчас Качали Старми Виденными Биоми Потому что Тут Как раз Металлические Покемоны Опять Шайни Земляные Покемоны Каменные Покемоны То для Старми Это самый лучший Вариант Качаться Вот тут Сейчас Нужно думать Для кого Точнее Где Лучше всего Качаться Тропиус Ребят Как вы думаете Травяной Покемон Травяной И летающий Мне все-таки Кажется На острове Разерлиф В принципе Урончик У него Должен быть Более Менее Такой Стабильный И более Менее Такой Нормальный Мне почему-то Я не знаю Ребята Мне почему-то Показалось Что Булдор Был Шайни А хрен его знает Реально У меня уже Галлюцинации Начинаются Давайте Нахрен С этого Полного Радиации Места Сваливать Куда-то В другое Место Вот допустим Сейчас мы Попробуем Прокачаться На этом Острове По идее Тут Должен Вот Как раз Вспавни Куча 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 Водных Покемонов Но они Будут Павниться Ближе Так К обеду Ближе Так К вечеру Хотя В принципе Вот Уже Утром Тут Несколько Появилось Если бы Ты еще Не знаю Мне одному Глаза Режет Вот Это Солнце Нафиг Ну Если учитывая То что Слоукоша Не полностью Водный Покемон То В принципе Если учитывая То что На два Уровня Больше Нас То В принципе Урончик Такой Нормальный Да 1400 Опыта Сойдет Конечно На вот Этого Нам еще Очень Быстро Нападать Но На таких Мелких В принципе Уже Можно В принципе Уже Можно А если Мы Ему Изучили Какую Новую Атаку Хоть Может Новая Атака У него Появится На каком То Следующем Уровне Это Было бы Еще Круче Это Было бы Еще Круче Плюс К тому Ребята Вы Не забывайте Вы В первую же Очередь Думайте О том Кто Может Заспавниться Когда Мы Находимся В этом Месте Когда Мы Строим Дом Джунгля Может Заспавниться Мью Когда Мы Прокачиваем Кого На Острове То Может Ночью Заспавниться И Огр И Также Илунгия Суйкун У нас Уже Заспавниться Поэтому Про Суйкуна Думать В принципе Нету Смысла Но Все Ж Яички Здрасте Яички Попаду Ладно Еще Раз Снайперский Прицел Попал В принципе У него Также Есть Еще Летающие Атаки Вот Гаст Но Мне кажется Лучше Все Таки Бить Вот Этой Попаду Твою То Один Раз Не докинул Вот Этот Раз Перекинул О Круто Если Я бы Хотел Слоу Пошу Шайни Да В предыдущей Серии Мы нашли Его Вторую Эволюцию Которая Была Шайни Но К сожалению Я его Так Шандарахнул Я не помню Кем Вроде Или Старми Или Кто-то Еще Так Бабахнул То Что Убили Его С Одного Удара И К сожалению Не Получилось Его Словить Но Все же Если Сейчас Мы Будем Тут Продолжать Прокап Да Ну Нахрен Ребят Вот Придумайте За меня Что Я Должен Сейчас Сказать Что Я Должен Сейчас Сказать Не Успел Я Завести Разговор Не Успел Я Его Закончить Разворачиваюсь Стоит Обычный Слоу Поша И Шайни Слоу Поша Совпадение Не Скажу Не Скажу Да Ну Не Ну Как Это Объяснить Нахрен Только Я Начал Разговор Он Сразу Заспавился Перед Нами Охренеть Если бы Он Еще Такой Заразой Не Был Мне Кажется Что Он Сейчас Немного Сложноватенько Будет Ловиться Учитывая То Что Он 36 Шестой Уровень В Принципе Хотя 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 А Словили Офигеть Бум Три Новых Покемона В этой Серии Не Учитывая То Что Дигдит Заспавился Два Раза То Четыре Покемона Мы Встретили Четыре Шайни Покемона Мы Встретили В этой Серии И Трех Мы Уже Словили Охренеть Просто Вот Так Еще Намного Интереснее Играть А Я не знаю Сколько Мы Бегали 20 Серий Мы Даже Не Встречали Ни Одного Шайни А тут Три Четыре Шайни За Одну Серию Это Охренеть Просто Сейчас Ребята Нужно Думать О Прокачке Все Все Нужно Сейчас Действительно Думать О Прокачке Тропиуса Потому Что Он Следующий Дойти Ты В задницу Я Просто Не Верю Как Это Возможно Вообще На 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 Начале Сезона В Первых Сериях Нам Встретился Первый Босс В этом Сезоне Он Был Красным Первый Босс В этом Сезоне У нас Кстати Есть Ашавод Я Его Не Смог Убить Потому Что Наш Первый Наш Стартовик Был Травяным А Тот Босс Был Огненным И Мы Его Вообще Никак Не Убили Я Его Не Смог Убить Я Его Просто Напросто Отпустил Но Если Учитывая То Что Сколько Времени Прошло Между Тем Как Мы Встретили Первого Босса И Потом Второго Я Могу Где-то Сказать Что Прошло Так Серии 25 А Учитывая Когда Мы Встретили Первого Первого Шани Покемона То Я Его Встретил Вне Серии Я Просто Бегал И Я Его Встретил Я Просто Не Мог Его Пропустить Потому Что У Нас Нету Покер Радара Я Б Ахренел Ну Как Ребята Наш Первый Покемон В этом Сезоне Я Его Пропущу Только Потому Что Я Его Нашел Вне Серии Нет Я Его Ребята Словил Но И 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 Прошло После того Как Мы Встретили Еще Одного Шани Покемона А Тут Ребята За Одну Серию Я Просто Не Верю Реально Как Это Вообще А тут За Одну Серию По Три По Четыре Шани И За Одну Серию По Три По Три Босса Иногда Встречается Это Просто Охренеть Ребята Я Не Знаю Нет Бол Ну Нормально Пускай Будет Пускай Будет Охренеть Просто Ребята Я Даже Не Знаю Что Вам Сказать Но Это Реально Очень Круто Шани Шани Пиджи Офигеть Ладно Ладно Все Не буду Возражать Почему Я еще Должен Возражать Если Он Заспавился Значит Он Заспавился Я еще Знаете Будто Недовольный Столько Шани Покемонов Спавится Зачем Они Нам Не Пускай Спавятся Ребята Нам же Лучше Шани Покемоны Все же Шани Да Так Ладно Пиджи У нас Есть И там У нас Был Вот Этот Рисунок То Что Обычный Пиджи У нас Есть Поэтому Нужно Сейчас Будет Пойти И Удалить Чтобы Я Зря Потом Не забыл И зря Два раза Не прокачивал Одного И того же Покемона В принципе Давайте Сразу Туда Уйдем Чтобы Я Действительно Не забыл Так И сразу Посмотрим Кого Мы Словили Так Пиджи Ребята Внимательно Смотрите Где У нас Пиджи А то Я Могу Пропустить Его Нужно Сейчас Удалить Вот Нет Вот Это Где Мать Его Пиджи Ребята Смотрите Внимательно Чтобы Я Не Пропустил Пятый Уровень Пиджи Да А где У нас Следующий Вот Ребята Тут Есть Пиджи Отто Поэтому Мы Его Удалим Нету Смысла Хранить Сразу Вторую Эволюцию Мы Берем Пиджи И Ставим Его Вот Сюда Замечательно Офигеть Ребята Вот Честное Слово Это Круто Это Круто Вот Кого Мы Словили Шайни Пиджей В этой Серии Шайни Пиджей Уновн Ановн Шайни Джиодуд Шайни Гиглет И Шайни Слоу Поша Офигеть Офигеть Ребята Ладно Все Все Валим Отсюда Валим Отсюда Если Бы У нас Так Спавились Легендарные Покемоны Как У нас Сейчас Спавятся Шайни И боссы Так Ребята Вот Сейчас Я так Подумал Что Действительно Нужно Смотреть По сторонам Как Можно Чаще Потому Что Сейчас Когда Я не знаю Как это Назвать Честно Но Когда Столько Покемонов Спавятся Шайни Это Просто Офигеть Нужно Действительно Как Можно Чаще Просто Смотреть По сторонам Потому Что Не Знают Что Будет Следующим Шайни Покемонов Ряд ли Мы В этом Сезоне Найдем Шайни Мэджикарпа Или Он У нас Офигеть Его Знает Потому Что Тяжеловато Будет Его Найти Потому Что Он Спавится Под Водой А Под Водой Без Бокерадара Очень Сложно Будет Найти Кого Не Потому Что Мы Просто Не Увидим Его Откуда Мы Можем Знать Если Например Кто Возле Нас Заспавится Какой Шайни Допустим В лесу Мы А в воду Мы же Не будем Залазить И Подлетать Каждому Отдельно Покемону И смотреть Шайни Ли он Или нет Это кто Нет Ну Все же Ребята На этом Я думаю Мы можем Заканчивать Эту серию В принципе Сколько Мы словили Покемонов Это реально Круто Это реально Круто Поэтому Ребята В первую Очередь Не забываем Ставить лайки Потому Что Чем быстрее Мы набрем 1200 лайков На вот этой серии Тем быстрее Выйдет Следующая серия Поэтому ребята Решайте Только вы Не поленитесь Я вас действительно Очень сильно прошу Секунда Чтобы поставить Этот лайк Вы может думаете Посмотрел серию Свалил А ничего не изменил Но действительно Изменится Потому что Именно от вашего лайка Могут зависеть Выход следующей серии Когда она выйдет Если мы Вместе возьмем И быстренько наберем 1200 лайков То новая серия Вы не успеете Как вы Закончили смотреть Вот эту серию Вы просто не успеете Не успеете понять Потому что Уже выйдет Следующая серия Да ребята 1200 лайков Выходит новая серия Также не забываем Подписывайся на мой канал Потому что Каждый подписчик Для меня друг Каждый подписчик Для меня член Нашей большой Дружной семьи Если ты так же думаешь Что это не важно Это важно Не поленись Если ты сейчас Смотришь это видео Убедись в том Что ты подписан Я действительно обрадуюсь Если ты это сделаешь Также не забываем Участвовать в нашей Новой мини-игре Да ребята В этой серии Кто не помнит Мы составляем ТОП 5 Самых красивых Покемонов Да Поэтому ребята Пишите ваш ТОП 5 В комментариях К следующей серии Я вот это уже Все организую Я уже соберу Все результаты Я их суммирую И в следующей серии Мы подведем Итоги И расставим Вот это все По местам Как видите Тут у нас ТОП 1 Это алмазный блок ТОП 2 Это золотой ТОП 3 Это железный Идет так знаете По мере нарастания ТОП 4 Это каменный ТОП 5 Это деревянный Если бы был топ 6 Был бы наверное Какой-то Не знаю Земляной Или там Грязевой Какой-то Поэтому ребята Действительно Я буду очень сильно рад Если вы будете участвовать В нашем развлечении В нашем новом этом конкурсе Будет ли он дальше продолжаться Будем им и дальше устраивать Какие-то топы Каких-то других покемонов Зависит только от вас Ребята Всем спасибо за просмотр Всем удачи Всем пока